Племена требуют свою долю. Племена требуют свою долю. Крупнейшее нефтяное месторождение в Ливии подверглось нападению и прекратило работу газеты «Коммерсант» номер 228 от 11 декабря 2018 года, СТР-6 Ливийская национальная нефтяная корпорация, НОК, объявила форс-мажор на крупнейшем месторождении нефти в стране из-за его захвата племенными вооруженными формированиями с юго-запада Ливии. Племена требуют перераспределения доходов от экспорта нефти. НОК, отказывается от переговоров и подсчитывает потенциальные убытки. Сокращение добычи нефти может составить около 400 тысяч баррелей в сутки. Если конфликт затянется, это может отразиться на мировом рынке. Только на прошлой неделе Ливия вместе с Венесуэлой и Ираном получила освобождение от сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК. В понедельник, спустя два дня после появления первых сообщений о столкновениях на крупнейшем ливийском месторождении Эш-Шарара, расположенном в юго-западном регионе ФЦЦАН, Национальная нефтяная корпорация официально сообщила о приостановке работ на месторождении. Безопасность персонала является приоритетом для НОК и в настоящее время рассматривается вопрос о его эвакуации в связи с угрозами и принудительным закрытием нефтяного месторождения вооруженной группировкой, требующей присоединения к местным представителям сил охраны нефтяных объектов ПФК, говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте. В субботу племенные отряды, входящие в так называемое движение «Гнев ФЦЦАНа», ворвались на территорию месторождения. Они отключили несколько насосных станций и под угрозой применения силы заставляли рабочих прекратить добычу. Ворота захватчикам открыла охрана месторождения. Силы ПФК были сформированы в 2012 году для охраны нефтяной и газовой инфраструктуры Ливии. Отряды формируются из племен, населяющих территории, на которых расположены объекты. Формально они должны подчиняться руководству компании НОК, которая и выплачивает им зарплату. Однако на деле ситуация оборачивается постоянными конфликтами между корпорацией и силами ПФК, которые требуют повышения зарплаты и увеличения штата. Только в феврале этого года НОК была вынуждена объявить форс-мажор на месторождении Эльфиль. В 2017 году несколько раз прерывалась работа иная с Шараре. И в этот раз корпорация возложила ответственность за беспорядки именно на ПФК. НОК также выражает обеспокоенность по поводу слабости ПФК, которые продолжают пренебрегать своими обязанностями по защите месторождений, персонала и средств к существованию ливийского народа, более того, предпочитают покрывать преступления, совершенные захватчиками, говорится в заявлении корпорации. НОК отказалась вести переговоры с командирами вооруженных формирований. Почему национальное примирение в Ливии требует перераспределения доходов от экспорта нефти в то же время Reuters. Цитирует официального представителя движения «Гнев ФЦЦАНа», который заявил, что месторождение не будет разблокировано до тех пор, пока ООН не вмешается в переговоры. По его словам, Южный регион ФЦЦАН десятилетиями страдал от пренебрежительного отношения центральных властей. Движение потребовало, чтобы доходы от нефти шли на проекты по развитию региона. И ООН, и представители, уполномоченные ею координировать процесс национального примирения в Ливии Международной неправительственной организации Центр гуманитарного диалога неоднократно заявляли, что без перераспределения доходов от нефти мира в стране не будет. Со своей стороны глава НОК, Мустафа Санала назвал захват нефтяного месторождения угрозой для будущего страны. По его мнению, в законные требования народа Юга Ливии используются преступниками, преследующими только свои собственные интересы. Месторождение Эш-Шарара находится под управлением совместного предприятия НОК и группы европейских компаний, в том числе испанской Репсол, австрийской Йомф и французской Тотал. Ущерб от приостановки работ для ливийской экономики может составить около 32,5 миллиона долларов ежедневно. Речь идет о потере 315 тысяч баррелей в день. К этому следует приплюсовать потери 73 тысячи баррелей в день с месторождения Эльфиль. Если ситуация затянется, она может отразиться и на нефтяном рынке. Только на прошлой неделе ОПЕК и ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года. Из них 800 тысяч баррелей нефти приходится на ОПЕК, три страны получили исключение из сделки ОПЕК, Иран и Венесуэла из-за санкций и Ливия в связи с нестабильной ситуацией в стране. Марианна Беленькая, недобытая непосильным трудом. Что представляют собой участники и антагонисты ОПЕК читать далее.